Всем привет, Оксана из Алабамы, ваш любимый риэлтор на юге США. Итак, это мой пятый год, как я работаю риэлтором. И у меня бывают сделки легкие, бывают тяжелые. Некоторые сделки не закрываются. Бывают у клиента проблемы с финансами начинаются, со здоровьем. Сегодня я вам расскажу историю своего опыта. Это очень грустная история. И она поможет вам увидеть мир в Америке с той стороны, которую вы даже себе не представляете. И она вам поможет осознать, почему важно иметь риэлтора, который на вашей стороне защищает ваши интересы. И какие-то нюансы по поводу продажи дома. Итак, когда вы риэлтор в Америке, вам никто не дает клиентов. То есть, все эти конторы, большие, крупные, они печатают объявления, ну, онлайн. Якобы нужны риэлторы, требуются риэлторы, зарплата 100 тысяч. Это все вранье. Это все такая лажа, такая лапша. Мне просто не верится, что они это делают. Я сначала не могла понять, почему. Но для того, на самом деле, они это делают, чтобы многие люди подумали, ой, я сейчас пойду, пройду курсы риэлтора, начну 100 тысяч в год зарабатывать. Эти конторы не дают клиентов. Римакс помогает с клиентами. У них есть система, где приходит оповещение, какой агент первый ткнул, он может получить клиента, который на сайте Римакс зарегистрировался. А в основном, вот эти конторы, которые печатают вот это объявление, что нужны риэлторы, они просто хотят, чтобы вы пошли в их школу, заплатили им деньги, чтобы вы получили лицензию риэлтора. И по статистике, многие риэлторы первые два года выходят из этой системы, они понимают, что им нужна постоянная работа, и что этот гемором, общение с людьми им не надо. Я никого не отговариваю, становиться риэлтором или нет. В любом случае, какие-то знания и навыки общения с людьми вы получите. Получается, что это компания, которая себе берет риэлтора, учит его. По статистике, все начинающие риэлторы, которые не знают, как говорится, где брать клиентов, которые не знают, что можно начать платить с таким сайтом, как Zillow Realtor, чтобы тебе прислали, те, кто зарегистрировался там, и начать их раскручивать на покупку или продажу недвижимости. Обычно начинающие риэлторы продают пару домов в год, потому что это обычно будет дом их там какого-то близкого родственника или какой-то они купят себе. И та компания, которая под свое крылышко этого риэлтора молодого, начинающего, не обязательно это молодые люди, иногда это учителя, которые вышли на пенсию, приютила, эта компания получит свои проценты. Когда я работала в Keller Williams, с моих комиссионных забирали 36%. Ну вот представьте, да? То есть если комиссионные там выпало 5 тысяч, 306% вычесть, это чуть ли не половина, понимаете? Ну ладно, не об этом сейчас. Сейчас вот я, вот сказать, прелюдия такая длинная получается. Вот того, где риэлторы бегут клиентов, кроме, конечно, тех, кто регистрировался на сайтах, за которые ты платишь, круг знакомств, общения. Благодаря каналу на ютубе у меня некоторые подписчики переехали сюда, некоторые собираются переехать. То есть у каждого, как говорится, человека риэлтора своё. Очень, гораздо проще тем, кто здесь живут, американцам, которые здесь выросли, пошли в университет, жили всю жизнь и на какой-то другой профессии работали. То есть они и так много знают людей, и им проще гораздо начать ворочать большими деньгами. Я, например, у меня контракт с пару сайтиков. Такой контракт, пару сайтов, я не буду озвучивать какие, по которому люди регистрируются, и посмотрят какие-то дома. И эта информация посылается риэлторам. Если я закрою сделку, этот сайт с меня берёт 35% из моих комиссионов. Понимаете? Потом ещё брокерша берёт 20%. То есть я потеряю 55%. Так вот, вот представьте себе, если я, значит, у меня появляется новая клиентка, и у неё бюджет 50 тысяч. Вы вообще понимаете, да? Если я веду покупателя, если я агент покупателя, то в основном мои комиссионные будут 2%. Если они берут новый, это обычно 3%. Но обычно 2-2,5%. Потому что когда продавец заключает контракт с риэлтором, который поставит дом на продажу, этот продавец этому риэлтору за продажу дома выделяет комиссионно. Это может быть 5%, 6-7%. Но вот из этой суммы, 5-6-7%, сколько они договорятся? Я для своих вообще делаю 4%. То есть из этой суммы агент, который поставил дом на продажу, должен половину отдать агенту, который приведёт покупателя. Понимаете? То есть если это 5%, но иногда эти агенты жадные, и они могут, если наши договорились, дать 2% агенту-покупателя, а 4% положить себе в карман. Стуки. Вот. Вот такие дела. Итак, значит, этот сайт прислал мне человека, который говорит, я рассматриваю только дома за 50 тысяч, у меня всего 50 тысяч. И она рассказала мне свою ситуацию. Эту ситуацию у многих просто крышу может снести от этой ситуации. Вот. Но я заранее предупрежду, этот человек американка, и её больше с нами нет. Она умерла от инфаркта, потому что то, что у нас произошло, довело её до точки, до гробовой доски, скажем так. И, значит, я познакомилась с женщиной, которая 60 с хвостиком, которая на пенсии. Представьте себе, ну, обычную женщину, там, полноватую, которая, ну, всю жизнь за собой не следила, скажем так. Она мне сказала, что она была официанткой, много денег она наличными, на налоги там не предоставляла. И так получилось по жизни, что у неё был сын, и сын вместе с женой разбились в автокатастрофе. И выжил ребёнок. То есть она практически воспитала своего внука. А тогда ребёнок этот был маленьким, но он помнит эту автокатастрофу, он знает о смерти родителей. И сейчас ему 24 года, и она его возит на работу, потому что у него страх вождение. То есть он не хочет... То есть она его возила на работу. В общем, когда мы с ней познакомились, она мне говорит, вот понимаешь, я все налоги списывала, и у меня такая ситуация, я говорит, у меня пенсия всего 500 долларов. И я говорю, чтобы побольше было денег, я взяла как родитель Фостера, как удочерила девочку. Ну, поскольку если ты здорового ребёнка удочеряешь, там, по-моему, 400 платят, а если ты больного, там больше. И она сказала, что почему у ребёнка больного было, ну, вроде бы не совсем прям такого больного, ну, надо по врачам возить. Там раз в неделю на проверку. И она мне говорит, в общем, так получается, я с этой девушкой, у меня доход с ней полторы. И ещё внук зарабатывает. Причём внук работал в магазине за 10 долларов в час в 24 года, хотя можно было уже и в армию пойти. И он работал всего 15 часов в неделю. В общем, я её состыковала с ипотечным брокером, мы их называем лендер. И ипотечный брокер посмотрел её историю и говорит, ну, что делать, если вы не будете за наличные брать. А за 50 тысяч это столько всего просто дешёвых домов за 50 тысяч полно, но там ремонт ещё требуется на 40-50 тысяч. То есть, если выйдете какой-то дешёвый домик, там, значит, надо менять чуть ли не всё. Понимаете, это просто вы покупаете и стены, и земли. То есть, те времена, когда я начинала как риэлтор и до взлёта цен, когда у меня сантехник Алонзо, о котором я делал ролики, купил 3 домика и в 2-х можно было заходи и живи и постепенно делай ремонт, таких уже домов нет. Она пыталась, ей пытались посмотреть кредитную историю, она вообще не имела никакие кредитные карты, не пользовалась ими вообще. А многие банки смотрят так, чтобы у вас хотя бы 2 года были хотя бы какие-то 2 кредитные карточки, или там вы машину оплачивали, или там какой-то у вас строительный магазин. Все магазины, которые шмотки продают, там, Тиджиманс, Джистпенни, они запросто дадут вам кредитную карту даже на 200-300 долларов, чтобы у вас что-то шло, там, купил чуть-чуть, чуть-чуть выплатил, купил, выплатил, чтобы показывать, что вы кредиты способны. Потому что потом в дальнейшем, если вы не имеете никаких кредитных карт и себя бьете в грудь таким с удовлетворением, я за все плачу наличкой, и вам нужна будет крупная покупка, вам никто не даст кредит. А если дадут, там будет очень высокий процент. И 11-16 процентов там. Понимаете? Но это я проговорю там про машину, да, допустим, крупная покупка. А когда мы говорим о покупке дома, они хотят, чтобы у вас было хотя бы 2 кредитных карты. Мало какой банк вам даст кредит, без кредитных карт. Они вам скажут, тогда принесите большой взнос, первеначальный, большой взнос потребуют. Вот. В общем, у каждого человека свои нюансы финансирования. И я работаю с апатичным брокером, ее зовут Диана. Я все никак интервью не могу сделать, мы все никак не соберемся. но мы с ней уже несколько сделок закрыли. И она бесплатно человеку смотрит, какая у них кредитная история и говорит им, сейчас ты не можешь купить, а вот через детское место можешь, если ты сделаешь вот это, то-то-то-то-то-то. Там такие-то карты открыть, такие-то закрыть, такие-то выплатить, столько-то подкопить. И все. Да, ты вот на такую сумму подтянешь. В общем, получается, что наш ипотечный брокер сказал моей клиентке, что у тебя такая ситуация, если тебе брать ипотеку, внук должен работать больше, чем 15 часов в неделю, и мы тебе там, если ты должна выплатить две машины, еще две машины в кредит. А две машины в кредит были, надо где-то было 300 долларов платить, в месяц ей. Я говорю, ты выплати машины, и тогда у тебя и будет первичный взнос, и мы тебе дадим ипотеку. То есть не смотрят на то, что ей 60 лет. То есть им пофигу. Банк всегда знает, что они хоть и дают тебе финансирование на 30 лет, ты, если ты можешь выплатить пораньше, если ты хочешь, если цены взлетят, ты можешь перепродать, она варится, и ты можешь вот запросто там своему внуку оставить это все, понимаете, в наследство, так сказать. Так вот, в общем, у нас был план, но сначала я показала ей пару домиков, но у нас есть вообще на севере-севере мобила, есть такие, как говорится, места, спящие города, я их называю, то есть там нету крупных супермаркетов, моллов каких-то, секций каких-то крутых гимнастических залов, но там дешевое жилье, там можно домик с двумя спальнями купить за 60 тысяч, за 60 тысяч, за 65, нормальный, с ремонтом. И вот, я ей показала один такой домик, то есть мы даже договорились уже с владельцем, что она может 30 тысяч дать, то есть она бы выплатила две машины, 30 тысяч дала, остальное бы ей профинансировал владелец, сам это называется у нас онорфанэнсом. И, в общем, уже все было на мази, а ее внук сказал, я не хочу так далеко, я хочу работать в магазине, где я работаю, у меня там друзья, ага, за 10 долларов в час, да, друзья, не хочу я переезжать в тот вот сраный город Чикасо, такое название, да, это индейцы такие были, не хочу я в Чикасо ехать, и, в общем, она пошла у него на поводу. Потом, ну, в общем, мы решили, что она должна сделать кредитные карты, и она мне сказала, ладно, я пока посижу тут, как говорится, на месте, они в это время арендовали там жилье, и, то есть, план был, что я просто жду от нее информации, когда она будет готова. Она сказала, что я буду работать только с тобой, чтобы ты получил свои комиссионные, но комиссионные там это вообще куром насмых, я сейчас вам скажу, примерно посчитаю. То есть, ну, представьте, если мы взяли бы ей какой-то убитый трейлер, то есть, до 40 тысяч за 50 можно купить трейлер, но там все равно нужны ремонты. Трейлер это как mobile home. Ну, допустим, мы взяли, нашли что-то за 50 тысяч, мне там было бы 2%, ну, да, с половиной, как в тысячах, так как 2. То есть, 50 тысяч умножить на 2 разделить на 100, получается 1000 долларов. Этот сайт, который мне эту клиентку дал, 35% забирает моя брокер, то есть, минус 55% остается 450. Если у меня никаких продаж не было в этот месяц, я за каждый месяц должна платить 150 долларов офисные у нас, так сказать, поборы. Она не пытается вытаскивать каждый месяц, если там что-то не продал, она в другой месяц за строгой сделки заберет за 2. В общем, почитайте, 450 минус 150, 300 долларов. То есть, вообще, с таким клиентом возиться вообще невыгодно, неинтересно, и все такое, тем более, выслушивает всякие проблемы, но я все равно ее выслушивала, мне ее было очень жалко. То есть, для меня это было главное что-то ей продать, но я не бегала с ней по всему городу, как сумасшедшая, потому что я точно знала, что такой клиент еще, может быть, ничего не выгорит. Вот. И тут, получается, она мне один день позвонила и говорит, иначе плачет. Оксана говорит, меня, говорит, обманули. Я говорю, а почему обманули? Что-то идет? Она говорит, я, говорит, решила купить, ты, говорит, извини, я там за твоей спиной и тут приняла решение, я увидела объявление, пошла и хотела мобилхоум купить. Там делали финансирование, мне сказали прийти, принеси 30 тысяч, и я принесла им 30 тысяч. Киркаширс чек она в банке взяла, отнесла. Она не прочитала документы, то есть пожилой человек, там очень много вот этой терминологии юридической, и надо смотреть внимательно, не обязательно все параграфы читать, но там есть такие моменты, которые риэлтор уже своим глазом может определить. И она почему-то думала, что этот мобилхоум будет на земле, а он продавался без земли, а у нее нет денег купить землю. Ты за 5 тысяч здесь кусок земли не купишь. А если купишь, вот есть один участок продается, 10 тысяч. Но туда ехать, тебе нужно там на Хаммере ехать, на каком-то там грузовичке, потому что там дорога такая с колдоебинами. Это мое личное разжёбывание. Итак, получается как, что она нашла там какую-то компанию, которая оказывается имеет отзывы очень плохие онлайн. Она эти отзывы не читала, документы не читала, подписала, деньги принесла. А потом оказалось, потом она приходит к ним и говорит, я передумала, верните мне мои деньги, потому что у меня земли нет и у меня денег остаётся мало, я не буду покупать этот мобилхом. А они сказали, мы не можем тебе дать эти деньги, потому что мы их уже там вложили, потратили, всё. и она наняла адвоката. А вы знаете, у нас есть адвокаты по недвижимости, они берут 250 долларов в час, но это самое дешёвое ещё, которое тебя проконсультирует бесплатно, такого нету. Вот. И этот адвокат, он им позвонил, что-то ей сказала там, но в результате ей дали не каширс-чек, который как подтверждён деньгами, а простой чек на 15 тысяч. Она положила в банк, банк держал 7 дней, и она не знала, он подтверждён деньгами или нет. Ну, в общем, 15 тысяч ей вернули, потом она никак не могла за остальное, и потом выяснилось, что эта компания подала на банкротство. То есть, теперь куча народу будет пытаться у них деньги забрать, и вот сфига останутся. Вот. Так что вот такие дела. И в общем, в результате у неё всего 15 тысяч, она машины не выплатила, жильё не купила, и у неё был огромный стресс от этого, и мне внук отзвонил и сказал, что то есть, проходит время, недели две, мне внук позвонил и сказал, что бабушка скончалась скоропостижно. То есть, я не знаю, я надеюсь, вы не уделите, у меня нет никаких слёз на глазах, потому что я, у меня не было какого-то там близости с ней, я с ней виделась на самом деле два раза, и, ну, на телефоне много разговаривала, и я, вообще, я не представляю, вот через какой она моральный стресс прошла, вот, и что сейчас будет с этой девочкой, наверное, передадут в постеркера, а этот парень теперь должен будет как-то, я не знаю, рогами шевелить, потому что в 24 года не водить машину и ожидать, что бабушка будет за тебя решать все вопросы, это, конечно, несерьёзно. Сделка накрылась, как говорится, бордовой шляпой, человека нет, и та компания, которая её обманула, они объявили банкротство, то есть они на самом деле ничего никому не должны, они покажут, что у них там проблемы, и всё такое прочее, вот такое бывает, и я в шоке, то есть я ещё наверное в себя не пришла вот от этой новости, то есть мне вот ещё даже не верится, что её нет, она мне названивала, она мне объясняла одно и то же, рассказывала одно и то же, и ну иногда я уже не трачу на это время, я могу идти на прогулку или там складывать там бельё, стирку какую-нибудь там, вот, и пытаюсь понять, что у человека на душе, потому что мы риэлторы, мы и психологи, и коучи, и иногда бюро полезных советов, иногда громоотводы для наших клиентов, поэтому такая история, я надеюсь, она вам была полезна, и у нас, как говорится, если вам нравится такого типа истории, пишите и смотрите в нашем, на нашем канале эту тематику байки в тёмной комнате, где у меня тут темно в гостиной, я тут свечки зажигаю, для вас я тут такая вся сегодня, я сегодня весь день без грима ходила, а вечером начала краситься в 10 вечера, а Сергей говорит, ты куда? Я говорю, ролик делать, да, чтоб серой мышью не выглядеть для подписчиков, вот так, вот такие дела, так что получается, что, то есть, человека пожилого на чьём попечении маленький ребёнок и внук, получается, с проблемной психикой на 30 тысяч развели, и все было насрать, деньги прикарманили и всё, но то, что она это делала за моей спиной, она бы сказала мне, я хочу купить, если бы она покупала mobile home со мной, я убедилась, что там все документации сделаны нормально, мне бы 500 долларов хотя бы дали, 500 долларов тоже, ну, с них бы сняли меня, но я бы стол бы получила, ну, ладно, 100 долларов тоже на дороге не валяются, но сам факт, что я бы убедилась, что там всё опорно нормально, что она всё поняла, а так она так, раз, так приняла такое решение, может быть, она думала, что без риэлтора и скидки какие-то сделают покруче, нет, так что, вот такие бывают ситуации и вот, я, наверное, ещё в шоке пребываю немножко вот от этого, я не ожидала такого, я не знала, что такое бывает, что такое может быть, когда человека могут вот так вот развести на бабки, бабку развели на бабки, а я заряжаю вас на хорошее настроение, хотя, пусть в такой истории о каком хорошем настроении может идти речь, правильно? И к тому, кому нравятся мои истории, покупайте мои книги, «Америка мать зовёт», вопросительный знак, «Не валяй дурака Америка», восклицательный знак, и «Твоё тело, моя тюрьма», многоточие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова